Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Пока большинство роликов на моем канале закрыто вследствие двух из трех возможных страйков, я бы хотел вам всем сказать, что Arizona, Rully Play Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, по которому вы сможете получить 300 тысяч вертов при достижении 5-го икрового уровня на этом сам проекте, находится в описании под данным видеороликом. Вы можете туда зайти, скопировать, все это вставить и по достижении 5-го левела получить свои законные, узаконенные, неворованные, некупленные деньги с моего промокода или никнейма. Да, это, в общем-то, и не важно, потому что сегодня мы с вами поговорим как раз-таки про вот этот вот проект, который уже на протяжении, наверное, двух, возможно, трех, возможно, всего месяца или даже двух месяцев появляется. У меня в начале ролика на несколько секунд, потом еще идет такой, знаете ли, речевая вот такая вот реклама всего этого проекта. И сегодня мы как раз-таки поговорим про него, а точнее про лаунчер. Наверное, многие из вас, игроки Аризоны и всего прочего, могут знать, что в скором времени Аризона обещала выпустить свой игровой вот этот вот самый лаунчер, который должен был базироваться на версии Sampo 0.3DL, который при этом должен был подгружать туда всякие разнообразные модельки для того, чтобы, ну, как бы разнообразить игровой процесс. В том числе вот эти самые разработчики, эти самые люди, они хотели дополнить игровой процесс голосовым чатом. И, как лично мне кажется, это абсолютно точно правильно, верно и все такое. У меня на канале уже есть видеоролики про это, если они, разумеется, не скрыты, вы можете их посмотреть. Но когда они откроются, они, скорее всего, рано или поздно откроются, вы сможете все это посмотреть и узнать мое мнение насчет голосового чата. Но если говорить прямо сейчас и вот говорить конкретно, то да, я полностью за голосовой чат на абсолютно точно всех проектах в GTA Sampo, начиная от Sampo RP, там, или, ладно, начиная от Gambit Roleplay, заканчивая Аризоной RP. То есть туда входят там всякие разные вот эти вот Sampo RP, Advance RP, Diamond и все-все-все прочее. Но это не важно. Вы, наверное, все можете знать, потому что у меня выходил ролик на эту тему. Опять же, если вы его не смотрели, вы можете его посмотреть про версию Sampo 0.3DL, то, как Калькор вот эту вот самую версию Sampo свою убил, почему он ее убил, почему ее больше нельзя скачать, почему она больше не поддерживается и так далее. Об этом у меня также был видеоролик, вы также можете все это посмотреть. Как-то забавно, вы знаете, уже прошло более трех минут видеоролика, все сводится к каким-то вот отсыланиям на предыдущие видеоролики, но сегодня такого, наверное, уже постараюсь сделать поменьше. Так вот, все вы знаете, что такую версию как 0.3DL, все, она официально закрыта, ее официально нельзя нигде скачать, на ней официально, можно сказать, не стоят сервера, все, которые там разрабатывались и так далее, они, ну, уже не имеют никакого практического смысла, потому что, ну, версия-то закрыта и, как бы, зачем там на ней играть, зачем на ней делать какие-то прочие вещи, если она все равно в той или иной степени закрыта. Ну, вот просто для чего? Вы бы как разработчик, даже вот на какой-то такой, знаете ли, мертвой системе не стали бы делать ничего подобного. Но вы знаете, вот после того, как закрылась версия Sampo 0.3DL, всякие вот эти вот либеральные паникеры, такие как Brothers and Company и прочее, ну, разумеется, Brothers and Company на это было похуй, я просто привожу пример. Вот такие вот все паникеры и все прочие люди начали говорить, мол, ой, все, Arizona закрыта, все, то есть, лаунчера никакого не будет, Sampo 0.3DL ведь закрылся, значит, и Arizona закрылась, значит, там не будет никакой подгрузки текстур, не будет никакого голосового чата и всего-всего прочего. Вот. И я не понимаю, чем мыслят эти люди, ведь если сложить 2 плюс 2, то получается 4, я об этом уже говорил неоднократно. И почему эти люди до этого не могут дойти, лично мне непонятно. Объясняю. Первый и, наверное, последний раз для тупых, потому что я не помню, чтобы я до этого говорил про резоновский лаунчер. Дело в том, что лаунчер, он сам по себе делается для того, чтобы там была возможность загрузить вот эти вот все вещи, как вы понимаете ли, то есть, как это делается, допустим, по отдельности. Вы себя в корневую папку с игрой засовываете вот эти вот все файлы, там, с голосовым чатом, с модельками и так далее. И так, допустим, представим, делает 100 человек. Но что если вот этих вот 100 человек их объединить между собой, как бы, в один лаунчер? Для этого он и существует, который предустанавливает абсолютно всем людям одинаковые модельки, и они уже со всеми этими модельками играют на этом сам проекте, на этом сам сервере, допустим, на таком, как Arizona Roleplay Phoenix IP, мой ник, находится в описании. Поэтому, ну, так сказать, аризоновский лаунчер, он разрабатывается как раз-таки именно для этого. И то, что версия Sampo 0.3DL закрылась, это не является какой-то особой помехой для разработчиков. Ведь лаунчер, он на то и лаунчер, что он подгружает абсолютно всем игрокам одинаковые модельки, одинаковые модификации и все-все-все прочее. Для этого он и существует. И для работы лаунчера, как бы, ну, абсолютно точно не нужна версия Sampo 0.3DL, потому что он, как бы, блядь, сам подгружает, и это все, ну, как бы, логично. Вот. И поэтому, что я вам могу сказать, лаунчер Arizona Roleplay будет, они могут его запустить по факту даже, там, я не знаю, на версии какой-нибудь там 0.3Z и так далее. Это все равно все будет работать, ведь лаунчер, он специально для этого и делается. Поэтому, если у вас были какие-то сомнения, вот эти вот все паники и все прочее, как обычно вот эти вот все паникеры любят наводить, то, как бы, можете от всех вот этих своих предубеждений отказываться, ведь аризоновский лаунчер в скором времени уже выйдет в открытый доступ, и все там будет хорошо. Ну, а на этом мне сказать больше нечего. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока, аризоновский лаунчер будет.